Дороги разбиты, система авиаперевозок и морских портов дышит на ладаном. Об этом заявляют участники акции, недовольные работой министра инфраструктуры. Свой протест они начали еще вчера. Я напомню, завершился он стычками с правоохранителями, задержанием семерых активистов. И вот сегодня митингующие разбили палаточный городок у стен министерства. Все подробности в материале. Под стенами мининфраструктуры появились палатки и транспаранты с гневными надписями. Участники акции требуют от министра защитить бизнес легальных перевозчиков и обвиняют в коррупции. Главным атрибутом стал импровизированный гиперлуп для Амеляна. Министр инфраструктуры. В тот час, когда у нас убиты все дороги, мы будем ездить на вот таких гиперлупах. Но я думаю, что сначала нужно сделать нормальные дороги, сделать условия для населения пересувания по автошляхам. Мы хотим, чтобы министра Амельяна отстранили от его должности. Так как он за 700 дней своей деятельности ввел эту всю структуру в упадок. Потому что все порты разграблены, авиаперевозки не работают. Протесты начались еще вчера под Кабмином. Транспортники утверждали, что все затеи Амельяна буквально уничтожат бизнес-перевозчиков. А все заявления о реформах министра – дешевый пиар. Сам Амельян вчерашней акции прокомментировал сегодня, во время рабочей поездки в Одессу. Претензии пикетчиков по поводу плохих дорог министр полностью разделяет. Но утверждает, всему виной попередники. Во время поездки Амельяна в Одессу, пресс-секретарь Миниинфраструктуры на фейсбуке сообщила, что глава ведомства внес представление в Кабмин на увольнение Михаила Ноняка, главы госслужбы по безопасности в транспортной сфере. Сам Ноняк утверждает, что узнал об этом, как обычно, из соцсети. Я не могу уверен, что оно так или нет, но я думаю, что сейчас мы увидим, что действительно оно находится в стенах Кабмета Министров Украины. В своем интервью Ноняк также рассказал о формате работы внутри Миниинфраструктуры и методах управления главы ведомства. Министерство инфраструктуры. Мы будем следить, чем завершится история с увольнением Михаила Ноняка. Тем временем митингующие под Миниинфраструктурой объявили свою акцию бессрочной. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.